Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я приготовлю рульку по своему теперь самому любимому рецепту. Я очень много делал рульик по разным способам, но теперь я нашел идеальнейший способ, который подчеркнет все достоинства этого куска свинины, и вы будете в восторге, если попробуете сделать рульку по моему рецепту. Важно, что в этом рецепте, чем больше будут шкуры и вот таких суставчиков и косточек на рульке, тем она будет вкуснее. Если есть свежий чеснок, конечно, можно нашпиговать мясо и чесноком. Если его нет, можно использовать сушеный чеснок. Я буду использовать немного свежего чесночка и немного сушеного. Хорошо смазываю свиную рульку обычным растительным маслом без запаха. Растительное масло сделает кожу рульки мягче и к поверхности будет легко прилипать пряности и соль. Сразу солю. Зерна кориандра я измельчу в ступке. А также я добавлю сюда немного зерен фенхеля. Вот столько. Фенхель и свинина будут очень интересное сочетание. Попробуйте, если вы еще никогда не добавляли фенхель в свинину. Понюхайте, как ароматно пахнет смесь кориандра и фенхеля. Это просто потрясающе. Сюда же я добавляю молотый черный перец, а также сушеный чеснок. Рулька. И хорошенечко посыпаю пряностями и массирую. Не переживайте, это нормальное количество пряностей. Все будет хорошо. В этом способе готовки самое важное так замотать в фольгу свиную рульку, чтобы сок при приготовлении из нее никуда не убежал. Делаю все аккуратно, чтобы острые края фольги не прорвались и не прорвали следующий слой. Рульку я приготовил, и теперь она будет мариноваться у меня до завтра. Я заранее достал свиную рульку из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Это заняло несколько часов. А теперь у меня духовочка уже разогрета до максимума. Я ставлю туда свиную рульку на 15-20 минут, чтобы она слегка нагрелась. Вот на такой уровень. Сейчас я делаю духовку температуру на минимум и устанавливаю термометр. Самое важное, чтобы температура внутри духовки была от 103 до 110 градусов. Я использую вот такой маленький конусный магнитик, потому что если дверка духовки у меня будет закрыта, температура внутри будет 160 градусов. Магнитик я вот сюда прилепляю. Дверочка закрывается, и остается небольшая щелочка. Это уже способ проверенный. Таким образом, температура внутри духовки будет в тех, в том диапазоне, в каком мне нужно. Температура уже зафиксировалась. 116, максимум 118 градусов. Так она держится уже 2 часа, и это, я думаю, хороший аппозон температуры. Так она держится. Субтитры сделал DimaTorzok Дегустация свиной рульки По самому лучшему способу Какой я только придумал В этом рецепте Больше всего мне нравится Именно шкурка Это настолько потрясающе Пахнет Великолепно Ну и мяско для вас попробую Посмотрите Кстати бы Рулька готовилась с 12 до 18 Ровно 6 часов Максимальная температура 118 градусов По моему термометру Минимальная 116 Как же хорошо Друзья, если вам понравилось это видео Ставьте вот такие огромные-огромные лайки Подписывайтесь на мой канал И помните Кухня Это самое спокойное место И самое вкусное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому